Ребят, хотелось бы немножко добавить к предыдущему видео, да, по поводу концертов. Пошли жаркие разговоры, споры, я вижу. Кого пускать, кого не пускать, цензура, не цензура, можно, нельзя, это почему вы лезете и так далее. Давайте я выскажу свое мнение по этому поводу, может быть вам да и пригодится. Как я на это смотрю? Цензура быть должна, но опять же, ребят, чтобы правильно составить цензуру, там не должны сидеть в этом комитете депутаты, которым по 60 лет, извиняюсь, да, должна быть солянка, должны быть люди, которые понимают, как вообще создается писательство с точки зрения поэзии, например, да, как пользуются люди метафорами писателей-поэты, аллегориями, или тем же самым сленгом, или тем же самым сленгом, сейчас, ребят, я допишу, или тем же самым сленгом. Почему? Потому что у нас уже были случаи, когда вносили в реестр песни, где просто, ну, ты смотришь и думаешь, вы что, гоните, что ли? Вы же не просто, вы тупо не поняли метафору, вы тупо не поняли отсылку, вы просто не поняли. Вот. И чтобы у нас не началась такая охота на ведьм, да, люди имеют право слушать ту музыку, которую они желают, да, они имеют право ходить на те концерты, на которые они желают, но опять же, есть музыка крайне деструктивная, которую, ну, все-таки, стоит как-то ограничивать от тех же самых подростков. По крайней мере, родители тоже этим должны заниматься. Здесь целая большая работа. Все же, я считаю, по поводу, у нас говорят, тогда вообще, что такое власти, ничего высказать нельзя. Ребят, критика должна быть обязательно. Есть музыканты, которые там метафорически, у них есть претензии, они метафорически, аллегорически высказывают свое недовольство власти. Но если у нас не будет никакой критики власти, да, это уже получается такой прям террор. Вот. Но есть группы, которые открыто оскорбляют власть, они просто нарушают уже закон, ребят. Ну, должен быть порядок. Вы что, анархию хотите, что ли? Ну, серьезно. Это мы сейчас касаемся вообще не уклада, а касаемся творческого. Мы сейчас касаемся песен, писанины, дурацкое слово, надо забыть его, писательства, писателей, музыкантов, творческих людей. Да, мы сейчас про них говорим. Вот. Опять же, по поводу концертов, деструктивной музыки. Я думаю, что просто должен быть жесткий контроль возраста. С 21 года, пожалуйста, все, имеешь право, сделал выбор, слушай, дерьмо, хочешь платить за это деньги. Вперед. Вот. Но чтобы там не было школьников, и опять же, работать с родителями школьников, которые на те же самые концерты этого Моргенштерна стоят вместе с этим школьником, я вообще просто в шоке, понимаете. Кто-то скажет, что вы лезете, что вы лезете. Да, либеросняк скажет, ребят. А тот, кто заинтересован, чтобы у нас росла адекватная молодежь, которая читает книги, развивается, занимается спортом, имеет ценности нормальные, традиционные, понимаете. Да, придется как-то действовать, ну, не жестко, но определенные рамки имеет, понимаете. Насчет цензуры я вам уже сказал. Все не может быть, все однобоко. Если сейчас налетят вот просто тупо цензура, поверьте мне, у нас просто, ну, начнется бардачок. Поэтому это огромная работа. По поводу Макаревича я уже сказал, ребят, хаяшь страну жестко, хаяшь людей, проживающих в ней, просто конкретно, обзываешь просто, сильно недоволен, там, весь такой, сидишь в Израиле, но приезжаешь зарабатывать деньги сюда. Нет, так не пойдет, так не пойдет. Есть дебилы, которые хотят тебе платить деньги, это касается только Макаревича, это разных артистов касается, которые свинтили и теперь оттуда жестко хаят. Не зарабатывайте в России. Есть дурачки, которые хотят вам заплатить деньги, пускай езжают туда, где вы там прописались, как говорится, и вот там вам эти бабки несут. Нам такие артисты, я считаю, нужны. Опять же, ребятушки, давайте без оголтелости, да? А то у нас началось. И вот этого, и вот этого, и вот этого. То есть там все уже полетели полностью под одну гребенку. Вы оголтелось тоже выключите и заметьте, пожалуйста, сейчас очень много появляется оголтелости. Почему? Потому что идет, ну, очень серьезная работа пропаганды, работает, пропаганда должна работать ради, чтобы не было деморализации, не было внутренней раскачки. Но, ребят, тоже, пожалуйста, ну, давайте, думайте, анализируйте. Не надо сейчас включать, что прям вот... Не перегибайте палку в своих суждениях. И поэтому, опять же, по цензуре я сказал, ребят, там должна быть большая работа проделана и адекватная работа, чтобы не началась охота на ведьм.